В этом видео я расскажу про 4 основные ошибки, которые люди делают, заказывая памятник. И это видео будет вам полезно, если вы находитесь в ситуации, что вам действительно нужно заказать памятник или кому-то из ваших родственников, то просто можете подсказать или переслать это видео. Люди часто фокусируются на такую технологию, как тайм-менеджмент. То есть речь о том, что времени у всех ограничено и нужно делать дела, выставлять приоритеты таким образом, чтобы как можно больше дел сделать за день, за месяц, за год. На самом деле это ошибочная стратегия. Времени у всех одинаково. 24 часа, 7 дней в неделю, 30 дней в месяце. А вот энергии у всех абсолютно разное количество. И самое важное, чтобы в каждом деле, которым мы с вами занимаемся, у нас было максимальное количество энергии. Чтобы мы не тратили нашу энергию попусту на дела, которые высасывают эту энергию. И вот 4 ошибки, которые я вам сейчас хочу рассказать, они как раз таки направлены на то, чтобы сэкономить вашу энергию. Чтобы она осталась у вас и вы могли ее использовать на другие дела, полезные для вас, для вашей семьи, для вашего продвижения к вашей миссии и цели всей вашей жизни. И первая ошибка, это не определить, какую сумму денег вы готовы потратить на памятник. Как выглядит эта ситуация? Представьте, что заработок у всех разный. Кто-то хочет заказать памятник за 20 миллионов, а кто-то хочет заказать памятник за миллион. И представьте, если вы это не определили заблаговременно, например, какая у меня есть сумма, у меня есть там миллион. Хорошо, а если так будут разворачиваться обстоятельства, что мне действительно будет нравиться памятник, который мы будем разрабатывать с подрядчиком, и окажется, что он стоит не миллион, а миллион, например, 300. Я готов выделить эту сумму? Например, нет, миллион 300 не готов, а миллион 200 готов. То есть вы должны для себя определить вот эти две суммы. Желаемое, которое хотите потратить, и максимальное, на которое вы готовы согласиться самостоятельно. Для того, чтобы получить особенный памятник. Памятник, который действительно будет отражать все ваши переживания, который будет отражать все эмоции, которые вы прожили с вашим любимым человеком. И будет действительно воплощением памяти и вклада вашего родного человека в жизнь и в общество. И при этом, если у человека есть 20 миллионов на памятник, такая же ситуация. Он может разрабатывать его. И просто, и вот эта вот единственная ошибка, не обсудив бюджет с подрядчиком изначально, не сказав, слушай, у меня есть вот 20 миллионов, или у меня есть миллион, давай постараемся сделать особенный памятник в эти деньги. Этот процесс может затянуться. Вы можете потратить неделю, месяц, полгода, в зависимости от сложности проекта. И по итогу, например, будет памятник не 20 миллионов, а 40. И что? Такой же разрыв. То есть нет желания или готовности потратить эту сумму. Поэтому все откручивается назад, начинается уже уменьшение проекта, и у вас происходит разочарование. То есть вы уже перед собой видите этот памятник или за 40 миллионов, или за миллион 500, или может быть за 700 тысяч, если вы хотите потратить 500. Вы видите этот памятник, все это воплощение вашей мечты, памяти о вашем родном человеке. Но вы понимаете, что вы не готовы потратить на него эту сумму. И вы откручиваете назад, упрощаете, какие-то элементы убираете, и не факт, что вы будете довольны. Так вот, чтобы не было этого разочарования, вам нужно сразу обсудить сумму и от нее отталкиваться. Вторая ошибка, которую допускают люди, это долго тянуть с выбором памятника. На самом деле, разнообразие камней, форм, возможностей обработки, геометрических фигур, узоров такое, что под ваше желание может быть более 100 вариантов памятников. И вот определившись с одним памятником, когда вы понимаете, что он вам нравится, не нужно тратить еще дни, недели, месяцы для того, чтобы сделать его чуточку лучше, на миллиметр лучше, потому что это все высасывает вашу энергию. Есть четыре типа энергии – физическая, ментальная, эмоциональная и духовная. Так вот, когда вы заказываете памятник и ставите памятник по вашему родственнику, вы наполняетесь духовной энергией, потому что вы создали память, все ваши переживания переходят на этот камень. И вот есть это сакральное место на кладбище, на которое вы приходите, и оживает жизнь, ваша жизнь с вашим близким, вот как наяву становится. А когда вы затягиваете с определением того проекта, который должен воплотить в вашу память, это высасывает вашу эмоциональную энергию. Вы думаете, обдумываете, обмусоливаете, а как сделать лучше? Это недостойно этого. Вам это не нужно. Вам нужно выбрать хороший проект, чтобы он был на девяточку. Не нужно тратить еще месяцы, чтобы взять этот дополнительный миллиметр или дополнительный балл. Прошу вас, сэкономьте вашу энергию. Третья ошибка, которую допускают люди, это непонимание важности монтажа. Правильно ли я понимаю, что когда вы задумываетесь о том, чтобы поставить памятник, это в первую очередь создать память о вашем родном человеке? Ну, потому что сколько стоит памятник, столько и сохраняется память о вашем родственнике на земле. Да, безусловно. Когда вы поставите памятник, когда вы его сделаете особенным, когда вы его сделаете эмоционально нагруженным и переложите, вложите в него все ваши переживания, вы сможете себе поставить галочку. Да, я молодец. Я сделал все, что нужно было. Я сделал все, что мог. Я отдал долг моему любимому человеку. Но на этом все не заканчивается. Это только начало. И вот только когда вы отдали этот долг, это и есть начало сохранения памяти. Поэтому памятник может не стоить дорого. Например, у вас есть миллион. И обсудив с производителем, вы понимаете, что монтаж памятника будет стоить 200 или, допустим, 300 тысяч. Согласитесь на это. А определите на сам проект, на камень 700 тысяч. И это будет гораздо важнее для вас в дальнейшем. Ежели вы сэкономите 100 тысяч на монтаже, потратите их на камень, и все, это будет проблема. Почему? Потому что когда человек делает памятник, он не знает, реально вы не знаете, сколько раз вы будете на кладбище. Кто-то ходит на кладбище каждый месяц, кто-то каждый год, а кто-то раз в 5 лет. Представляете? Раз в 5 лет. И это не проблема. Так человек чувствует. Просто он понимает, что есть это место на кладбище, которое вернет его в те переживания, вернет его в те духовные мысли, которые были, которые у него должны быть. И если вы чувствуете, что раз в 5 лет, значит, так и должно быть. Но когда вы придете раз в 5 лет на кладбище, вы должны быть уверены, что это место, этот памятник и эта память о вашем любимом человеке будет действительно светлой. Представьте себе ситуацию, если вдруг вы придете, и там плитка уже будет отвалена. Буквально она будет вот на 2 сантиметра отставать от цоколя. Представьте, если памятник наклонится. Представьте, если что-то там отвалится. Каковы будут ваши эмоции? Вы скажете, ё-моё, я столько потратил времени, денег, энергии. А теперь что? Прошло там 5 или пускай 10 лет, и памяти о моем, пускай маме, бабушке, о моем отце, брате уже нет. Она не такая яркая. Что делать? Ремонтировать, переустанавливать? Боже упаси! Нужно просто изначально понимать, что монтаж это самое важное при изготовлении памятника. Обратите на это внимание. И четвертая ошибка, которую допускают люди при заказе памятника, это выбор неправильного подрядчика. То есть вы точно выберете какого-то подрядчика, но не факт, что вы выберете его правильно, что он будет надежный подрядчик. Я вот всё это говорю именно из жизни, из того, что происходит на рынке. Производство памятников – это самый неорганизованный рынок. То есть буквально продавать памятники может каждый. Для этого не нужно ничего. Ну, представьте, решил какой-то воришка продавать памятники. Взял себе маленькое помещение, сам сел в этом помещении, вы пришли, он вас убедил, всё. Он изначально, например, с нами договорился. Мы ему изготовим памятники, если он нам внесёт предоплату. Но он же нам может и не внести предоплату, просто получить наши каталоги, купить наши образцы, взять наши фотографии просто из интернета, повесить себе в офис. И всё. И вы приходите, ну да, производят памятники, купить там пару образцов. А что по итогу будет? А по итогу вы просто можете быть сильно обмануты. Так вот, не спешите с этим вопросом. И если вы уже с кем-то определились, я настоятельно вам рекомендую обратиться в нашу компанию, поговорить с моими коллегами. И вы просто увидите разницу в общении. Уровень просто другой. Как общаются люди? Профессионализм. Что люди знают про камень? Про монтажи? Про изготовление? Какие у нас есть возможности и образцы? Какие у нас есть гарантии? И вы поймёте, что вот этот вот этап для вас это гарантия и залог вашего спокойствия. И залог того, что памятник, который вы закажете, который вы разработаете, по-настоящему будет стоять к указанной дате. В описании под каждым видео вы можете скачать инструкцию по выбору памятника. Это документ на 29 листов, в который мы выложили очень много информации из нашего 20-летнего опыта обработки камня, монтажа памятников. И даже если вы закажете не у нас, я уверен, что информация из этого документа вам очень большую пользу принесёт. Я вам желаю сохранить по-настоящему яркие эмоции о вашем любимом человеке.